К нашему эфиру присоединяется Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов. Виктор, здравствуйте. Виктор Николаевич, приветствуем. Да, доброе утро. Виктор Николаевич, вот по поводу Прилепина, я не знаю, видели ли вы наш сюжет по поводу нескольких версий. Какой версии отдаете вы предпочтение? Ну, смотрите, во-первых, вот этот преступник, он действительно был довольно такой интересный персонаж, который сам себя документировал, сам не скрывал, что он совершал преступления на территории Украины, радовался этому. И я действительно поддерживаю в вашем сюжете фразу насчет того, что чувствует себя спокойно, он в Украине или в России точно не мог бы. Потому что настолько он на себя натянул, что это уже через край было. Но на самом деле, если логически посмотреть на ситуацию, которая там происходила, надо понимать, что, во-первых, есть несколько версий, которые как бы лежат на поверхности. Это внутренняя борьба в России. Во-первых, смотрите, вот тот персонаж, который был уничтожен, Владлен Татарский, он буквально где-то перед своим выступлением в Петербурге перешел на сторону Привожина. И активно начал его поддерживать. И сразу же произошел вот этот вот подрыв. Где-то буквально недавно Привожин подтвердил, что он тоже с Привожиным, что они там чуть ли не собираются создавать какую-то политическую структуру. И Привожин должен был возглавить одно из направлений или даже стать заместителем Привожиным политическим. И сразу же видим теракт. Я не исключаю, что это возможно такое вот зачистка пространства политического в России, потому что до выборов президента осталось очень мало времени. И Привожин все больше и больше проявляет свое желание быть, ну если не первым, то не последним кандидатом в президенты в России. То есть с высокой долей вероятности мы можем утверждать, что это такие внутриполитическая борьба, да, ну в стиле Российской Федерации. Да, именно так. И при этом надо понимать, что именно Привожин на себя оттягивает ту часть политикума, который, ну такие ультраправые патриоты, такая партия войны. Именно на том, на чем вроде как бы хотел подниматься Путин. А кстати, если около Пригожинские поспешники, да, вот так взлетают на воздух, какова вероятность, что Пригожин в скором времени может составить им компанию? Ну, есть такое мнение, что действительно он себя уже начинает просто переигрывать. И возможно, что действительно что-то такое может произойти. Но тут ситуация в другом. Ситуация в том, что это будет очень явно видно. И если действительно Пригожин начнет набирать какие-то там невероятные баллы и начнет натягивать на себя электорат, который будет составлять около 20-30%, я думаю, что он тоже куда-то уедет. Не в ту сторону, а ближе к концерту про Кобзона. Да, но ведь речь уже практически идет о междоусобных войнах внутри Российской Федерации. То есть не то, чтобы Пригожин был рядовым россиянин. Нет-нет, это человек, у которого собственные штыки, боеприпасы, взрывчатка. Он каким-то образом может отвечать? Ну, например, там, Соловьев может на каком-то этапе, сев в свой автомобиль, вместо того, чтобы поехать, взлететь? Ну, вот про это говорят все. Мы, кстати, вчера в эфире «Фридоматик» тоже про это обсуждали с оппозиционным политиком российским Гудковым. И он именно такую версию сказал, что очень вероятно, и это все очень очевидно, что начинается межведовая борьба в России, где, как пауки в банке, они начинают очень серьезно мешать один другому. И вот эта вот ситуация, когда каждый губернатор, каждый какой-то там более-менее политический деятель корпорации государственной начинает создавать свои частные армии, это очень серьезно, если посмотреть со стороны на то или другое государство, очень серьезная ситуация. Последняя вот эта информация про то, что Собянин начинает собирать свою какую-то армию, которая вроде как бы тоже должна будет воевать на фронте, это все должно... Для российской элиты это такой звоночек очень серьезный, потому что когда идет фрагментация всего общества, и в первую очередь силового блока, который расходится в разные стороны и вооружается, и фактически будет подчиняться и финансироваться совершенно разными направлениями, в какой-то момент они могут начнуть свою конкурентную борьбу между собой. И чем это все закончится? Ну, для нас это, конечно, очень позитивная такая тенденция. Кстати, вот по поводу украинского следа, который тут же заметили, естественно, да, кто бы еще. Вот Буданов сказал о том, что не имеем никакого отношения, мы как продолжали оккупантов уничтожать на фронте, так и будем уничтожать до полной победы. Как долго Украине будут приписывать все эти следы в междоусобных войнах? И верят ли в это сам внутренний потребитель российской пропагандистской деятельности? Ну, большая часть, конечно, верит. Хотя те, которые еще остались там отдельные участки разума, они очень быстро сами разобрались с ситуацией, особенно по последнему случаю, потому что была информация от родственников, что человек пропал, восемь дней не выходил на связь с ними. И тут он появляется в эфире и заученными фразами рассказывает, как его вербовали и как он там с этими минами бегал по дороге. Но это настолько все смешно выглядело, настолько он заучен на каком-то там, не знаю, спектакле. А когда еще оказалось, что он бывший боевик ДНР, ЛНР, с украинским паспортом, я так понимаю, что в России теперь тем людям, которые воевали в России, на стороне России против Украины и имеют российский паспорт, а были бывшие граждане Украины, и нам всем напряжутся, потому что они в первую очередь сейчас будут получать удары. Они как были предателями, как остались предателями Украины, так и сейчас являются такими очень удобными объектами для преследования в России. Поэтому наличие российского паспорта еще ни про что не говорят. Какова выгода российского руководства, политического или военного, имею в виду, от того, что пропагандистов уничтожают на территории Российской Федерации? И почему некоторые из пропагандистов до сих пор чувствуют себя совершенно спокойно и свободно? Или это только создается такое впечатление, а на самом деле те же Соловьевы с Киселевыми и же с ними уже очень сильно напряжены? Ну, во-первых, я не думаю, что там прямо решение принимается на самом высшем уровне. Скорее всего, что это все-таки внутренние разборки. И то, что они перепуганы, это было очевидно еще после первого случая, когда там с Дугиной была ситуация, и когда все понимали, что Украина никакого отношения к этому не имеет, потому что где Украина, где Дугина, и вообще кто она такая? Для Украины это было такое, это ТРНК, Украина, Дугина. А когда пошел Татарский, когда вот сейчас Прилепин, то если посмотреть их каналы, действительно очень серьезная такая ситуация внутренняя, и они очень переживают. Есть некоторые из них, там и истерика была, и защитите меня. И некоторые были взяты под охрану, в том числе и федеральную охрану, то есть на высшем уровне. Да, но тут интересная закономерность, прошу прощения. То есть Дугина и Татарский приблизительно там 6-7 месяцев прошло между покушением и уничтожением Дугиной и уничтожением Татарского. А вот между Татарским и Прилепиным уже чуть больше месяца, что-то такое, да? То есть учащаются случаи, так что ли? По нарастающей пошло? Да, по нарастающей ситуация очень обостряется, и сколько тут осталось. До марта 2024 года осталось очень мало времени, и надо решить вопросы очень быстро. И на фронте не все так прекрасно для них. Поэтому ситуация будет с каждым днем закручиваться и закручиваться, и мы еще увидим очень много интересных сюжетов. Кстати, по поводу партизанского движения, насколько оно действительно набирает обороты в России? Ну, я как-то очень скептически ставлюсь к этой информации. Я знаю, как некоторые, особенно оппозиционные российские политики, там с восторгом рассказывают про эти все действия. Все-таки, знаете, надо быть более такими... Есть один момент, который в России всегда был. Это отдельные личности, которые объединялись в такие, ну, грубо говоря, бомбисты, знаете, такие, которые решали такие вопросы в плане уничтожения тех или других лидеров маргинального плана такими вот кардинальными решениями. Знаешь, такая... Вера Засулич в таком плане. И я не исключаю, что действительно там могут быть такие молодые люди, которые решили, что вот они... Такая реинкарнация таких народовольцев. Но я не верю в то, что они самостоятельны. Все-таки за ними могут быть российские спецслужбы, потому что в Российской империи всегда так было. Кто-то за ними сзади стоял и вот мог таким, знаете, как варенеткой руководить. Поэтому все может быть. Я ничего не знаю. Но еще раз говорю, что в Украине точно нет дела до этих всех ситуаций, потому что нам не до этого. У нас фронт, у нас куча внутренних проблем, куча внешних. И еще решать какие-то внутренние проблемы с какими-то там непонятными прилепленными, это точно не наша задача. Нам больше интересует, чтобы они были живы-здоровы и потом получили свое через суд и понесли правильное наказание, а не просто где-то там их уничтожать. С другой стороны, в российских междоусобных войнах, где все пытаются сожрать друг друга, я думаю, что Украина желает успеха всем сторонам. Виктор Николаевич... Да, это безусловно. Спасибо большое. Спасибо большое. Виктор Ягун был с нами на прямой связи.